Церемония закрытия состоялась на стадионе Стад де Франс в пригороде французской столицы. На арене вместе с сотнями спортсменов и почти 100 тысячами зрителей присутствовали президент Франции Мануэль Макрон и президент Олимпийского комитета Томас Бах. Несмотря на угрозы терактов, дестабилизации и даже срывы Олимпиады, французским властям удалось провести игры на высоком уровне. Украину в Париже представили 140 спортсменов в 23 видах спорта. Это наименьшее количество украинских атлетов за все Олимпиады. Первую медаль для Украины завоевала Ольга Харлан, выиграв бронзу в фехтовании. В матче за третье место она победила представительницу Республики Корея. Все украинские спортсмены страдают, у каждого из нас своя история. Но я надеюсь, что эта медаль принесет моей стране немного радости, немного надежды. Если увидеть последнюю схватку, никогда не сдаваться. Это показывает, что Украина никогда не сдастся. Эта медаль, поскольку у меня их уже пять, определенно особенная. Потому что в тех условиях, в которых мы готовились, и при всех новостях, что происходило в Украине с войной, это тяжело. Первое золото Украине на Олимпиаде принесла женская команда по фехтованию Ольга Харлан, Алина Камощук, Елена Кровацкая и Юлия Бокастова. В финале победили команду Южной Кореи. На стадионе Стат-де-Франц Ярослава Могучих легкоатлетка из Днепра принесла еще одну золотую олимпийскую медаль в прыжках в высоту. Своё олимпийское золото она выиграла через несколько недель после того, как побила 37-летний мировой рекорд, прыгнув на 2 метра 10 сантиметров. Часть своих призовых денег олимпийская чемпионка пообещала пожертвовать украинской армией волонтерам. Я очень счастлива. Наконец-то осознала, что я олимпийский чемпион. Это очень тяжело, особенно потому, что в такие трудные времена мне все же удалось этого добиться. Это единственная медаль, которой мне не хватало, золотая. И теперь она у меня есть. У Украины три золота. Это лучший результат за 12 лет на этих соревнованиях. Одну из медалей 8 августа принес Александр Хижняк. В Киеве состоялась торжественная церемония встречи олимпийского чемпиона по боксу. Я очень хотел этого и счастлив, что представлял свою страну на самом высоком уровне олимпийского спорта. Что мне удалось завоевать золотую медаль. Я благодарен за то, что у меня была возможность готовиться и тренироваться во время атак беспилотников. И я все это видел, и мы готовились в этой ситуации. И я благодарен всем солдатам за это. Также удалось добыть в борьбе пять серебряных медалей. Первое серебро в Украине 1 августа принес Сергей Кулиш в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. 5 августа гимнаст Илья Ковтун в финале соревнований на параллельных брусьях получил еще одну серебряную награду. Серебряную медаль Украине на Олимпиаде 2024 принес в греко-римской борьбе Парвис Насибов. Еще одно серебро украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали в каное двойки на дистанции 500 метров. Для меня поднять украинский флаг на Олимпийских играх – большая честь. И независимо от того, будет ли это бронза, серебро или золото. Даже если это только для того, чтобы показать нашим защитникам, что мы, люди на спортивной передовой, тоже не слабы, что дух наш так же силен, как и их. 8 августа титулованный борец Жан Беленюк принес Украине бронзовую медаль. В знак того, что завершает спортивную карьеру, он снял свои борцовки и станцевал гопак. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал блестящее выступление украинских спортсменов на Олимпийских играх Парижа. Сам факт участия Украины в Олимпиаде является достижением в военное время, подчеркнул Владимир Зеленский. Наши олимпийцы – гордость Украины. Ольга Харлан, Алина Камощук, Елена Кроватская, Юлия Бокастова, Ярослава Могучих, Александр Хижняк, Сергей Кулиш, Илья Ковтун, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, Ирина Каляденко, Ирина Герасченко, Михаил Кохан, Жан Беленюк. 12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже. Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. За две недели Олимпийских игр в Париже украинские спортсмены завоевали 12 наград – 3 золота, 5 серебра и 4 бронзы.